вот она есть такой бензин здесь друзья идем по мальте на острове мальта находимся вот я уже не раз говорил очень вкусно еду готовят особенно баранину и вот сейчас такая ситуация получилась что чтобы поесть в этом месте там одно место такое очень вкусно хорошее турецкий как кебабное но есть не только чисто кебаб но и говядина то есть блюдо и вот чтобы там поесть пару километров я думаю точно прошли 2-3 километра потому что нам сейчас надо вон туда вот так вот пару таких конкретных кругов навернуть вот и как то вот так получается вот идешь мыслишь кстати мы можем по набережной пойти пойдем по набережной осторожно надо здесь это движение в другую сторону вообще никак привыкнуть я не могу а вот салюты продолжается видишь только самих 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 салютами а может и самолет ну да салют не может только идти вот в общем то так да и в общем друзья вот такая ситуация что хочешь не хочешь задумываешься вот эта еда вот когда вот так ездишь ездишь дипа уже как-то не обращаешь на это внимание там где-то поел где-то перекусил где-то вижу бы живот забить лежу вот как как сказали же двигаться дальше а вот некоторые моменты когда вот так вкусно поешь идешь и думаешь все-таки да сколько это много значит поскольку это вот так с такой с эстетической стороны какая-то важная вещь как приятно так красиво при том так хорошо вкусно поесть вот удивительно просто такой сразу до такое настроение такое какое-то вот счастье вроде бы вот говорят же что человеку надо поесть там поспать по большому счету в принципе-то так оно и есть лодочки стоят не знаю как-то будет видно в камере но здесь красиво очень правда сейчас камера у нас получше поэтому надеюсь будет и видно получше чем с прошлой пойдем да да спокойно сейчас нету ветра во первых волн нету поэтому такое теплое теплый бриз такой стоит морской бриз вот поэтому вот такие вот вещи происходят и сегодня всего вот еще момент какой был кстати важный момент я почему вспомнил сегодня утром когда мы выходили из одного отеля покидали этот отель у нас в отель ходил завтрак интересно то что отель как бы считается ну как понятное дело что для кого-то это недорого естественно но для меня данный момент так как мой бюджет не такой большой поэтому 60 евро в сутки 50 80 точно говорить вот такая сумма все-таки бюджет мы не вписывается но из-за того что пришлось была ситуация вот чтобы на палатке не ночевать грубо говоря можно было конечно и палатки ночевать не раз ночевали в этом проблем нету просто было холодно был дул ветер и такая ужасная погода и так как все-таки копейка была сняли этот номер вот но в чем дело дело в том что этот номер который за 60 евро я уже его показывал вам и если смотрите обзор тебе внимательно думаю его не пропустите интернета нет самое главное то что я вообще удивился хотя должен быть да не то чтобы его просто нет а он должен был быть то есть написано интернет есть везде он работает во всех номерах а интернет здесь большая редкость ведь на этой мальте редкость плане того что и особенно редкость в номере вот а тут написано что интернет есть отель супер расписан и притом там он как бы представлен тип он чуть ли не 4 он трехзвездочный сам но он как бы люкс четырехзвездочный просто ну так получилось что он трехзвездочный на самом деле он типа 4 звездочный уровень у него вот но я до данный момент пока 4 5 звездочных я не знаю 4 вылил мы снимали мы когда-нибудь 4 звездочный нет кажется я тоже не помню в общем пяти я точно знаю что нет вроде бы 4 до 3 до 3 бывало вот и фишка в том что вот этот 3 звездочный который себя как 4 звездочный ладно если бы он стоил бы там 20 евро а вот беонгубе что до 3 звездочных сезона какие-то там на пещonie в кафказе оооо 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 францисс Charles как раз воооо я говорю английский вы говорите английский ну да все в кафказе кофка партия бордоуз спаин спаянется Сан-Жан-де-Люс, Биарит, Сурфинг, Вейв, Океан, сигареты Сигареты Что вы делаете там, ребята? Променад, путешествия, ТВ, Анзор ТВ А, Анзор ТВ А, это всегда много, мы будем на ТВ, ребята Я хочу быть поп-стар, но он не работает От Ингушетии до Голливуд, Холливуд Холливуд Синема Привет, хорошие люди Меня зовут Джей Би Меня зовут Джей Би Я Фрэнк Я капитан Я справляюсь в Бадене Спроси, есть мечта Мануэль Айланд Да, это Мануэль Айланд У него водка есть Малта, это Айланд И внутри Айланд У него есть Мануэль Айланд Это маленький айланд в Малта Вот здесь Да, конечно Одна пляжа в Малта Одна пляжа Одна пляжа Мануэль Айланд Одна пляжа Одна пляжа Одна пляжа В Мануэль Айланд Вы идете на конце ГТ На конце И вы видите Майамор Катамара Майамор Майамор Добро пляжа Запишу Майамор Майамор Я знаю, я лучше сюда запишу Это будет прекрасно Бабеакю и так далее Когда вы хотите Добро пляжа Попробуйте Чай, кофе Бир Мануэль Айланд Текилла Шнапс И вы, что делаете здесь? Мануэль Айланд Майамор Майамор Мы делаем фильм Мне скажу на что Brook про мечты От pitches Маши люди Эти умрали Монуэль Но во что нам Не почетствовать Мы seitожи Немножаем М ошибки Так что мы путешествуем... О, это невероятно! Мне бы хотелось бы вспомнить, я просто... Да, точно, я сделаю это, я буду в группе. Так что мы пытаемся... Люди, которые смотрят на наш канал, большинство людей, они говорят, спасибо, потому что сейчас я действительно хочу быть актером, и сейчас я помню это, и я пойду это. Очень интересно! Я люблю это. Очень хорошо! И также у нас очень большой проект, который... Вы можете сделать это в октябре? В октябре, я думаю. Вы можете сделать это в октябре? Анзортиви. Это прекрасно! У тебя есть мечты? Да, у меня есть мечты, мой единственный мечт, чтобы быть счастливым. Ты будешь счастливым! Нет, реально! Это мой мечт! Я не знаю! У меня есть мечты! Потому что это тоже Зед! Анзор! У меня есть мечты, я уже саливаю сейчас! И это? Да, я саливаю. А сейчас ты саливаешь в октябре! Что ты саливаешь? Это хороший мечт! Это очень хороший трюк, ты… Это инистра, это инистра Это инистра, это инистра Эти из телаonas Избирайте видео Это интервью Интервью для чего? Это инистра Это инистра Первое, я хочу сказать, что все родители, которые отправят детей в Мальта, в английском языке, это неправильно. Потому что они просто будут партия в Мальте, они просто будут бороться. Все девочки, все девочки. Это ты меч, ты меч, ты меч. Я меч, ты меч, ты меч. Я меч, ты меч. Что это значит? Я не могу сказать тебе меч. Мой меч, это быть счастливым каждый день. И я сделаю что-то для других людей. Потому что я сделаю что-то для других людей. Черт возьми меня. Это интервью. Я хочу быть счастливым, и я просто хочу сделать счастливыми другими людьми. Может быть, я буду счастливым. Потому что, когда ты помогаешь другим, они будут помогать тебе. И я хочу быть счастливым. И я хочу быть счастливым. Это все. Я путешествую немного, и это прекрасно. И что ты делаешь, чтобы вы счастливы? Я просто мечтаю каждый день. Он каждый мечтает. И пытается делать то, что хочет. Я мечтаю. Я мечтаю. Я мечтаю. Я мечтаю. Это не так легко, чтобы мечтать каждый день. Но я попробую. Они не Plus. Думаю. Я themed-то. И я хочу. Или не покажу. Ее, леска и плохие вещи. Ты можешь нашим мечтам? Хорошо. Ты можешь. Потому что. Можно? Можно я? Можно я? Хорошо. Мой мечтам. Попросто. Я люблю. Очень много. Но я люблю. Очень много. Очень много денег. Потому что. Потому что я хочу быть свободным, чтобы дать хорошую ситуацию для моих детей. Хочет Хэрр сделать будущее для своих детей. А что делает для этого? Я хочу получить достаточно денег, чтобы не волнувать денег, когда я получил 40 лет. Я просто хочу... Когда ему 40, он хочет, чтобы ему было так много денег, чтобы он не думал о деньгах. Да, я просто сделаю бизнес. И также хочу быть уверенным, чтобы делать моё бизнес по всему миру. Я могу проверить моё бизнес. В общем, он хочет, чтобы у него был бизнес, но чтобы ему не надо было там сидеть. Ага, не зависит, свободный очень. Не быть ни на Мальта... Ага, Мальта. 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 Борый行! Боро. 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 Я хочу быть прийти в deciding... Когда я хотел. Мальта. Боро. Боло. Боро. Я еще хочу ездить в Манта, где надо И будьте свободны, чтобы он был свободным Чтобы у него ездить везде, куда надо А с какого городу Антони? Где ты? Из Франции А в каком городе? Анжей Анжей близко к Нанте 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 Как его имя? Антони Меня зовут Антони И не хочу быть великий, не хочу быть известным Я просто хочу сделать достаточно денег для моих детей И быть как ГБфу Всего моего жизни Не хочу быть очень богатым или знаменитым Просто хочу сделать нормальный денег Чтобы быть свободным И для меня Я очень извиняюсь, я ГБ, я пришел из Парижа И все, кто-то будет сглажен Но я просто хочу сделать что-то Я просто хочу сделать отличие Я просто хочу помочь людям Это мой меч Я просто хочу сделать отличие Я просто хочу сделать отличие Спасибо Анзор ТВ Спасибо Спасибо большое Спасибо Спасибо Что ты скажешь на вашем стране? Как ты говоришь? Барко 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 Я надеюсь увидеть тебя Я буду тебя У вас на Facebook? Не, не Не, не Я буду это Анзор ТВ Анзор ТВ Мальта Анзор ТВ Порослова Настоящий год Может быть Анзор ТВ Всех встречу Барко 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы пойдем дальше, узнаем, что у нас тут еще есть Главное, чтобы у нас... Да, что еще здесь протекает Главное, чтобы у нас камера еще есть пока времечко Вот, к сожалению, как раньше, много снимать не могу на камеру Потому что последняя камера, у нее было плохое качество И из-за того, что было плохое качество Время съемки было большим То есть больше, как сказать, карта Это было больше, хватало времени А так как здесь качество хорошее Ну, по крайней мере, так считается Вот, поэтому из-за этого сокращается количество съемки Поэтому часовые такие маневры создавать в этот раз не могу Луна уже сюда переместилась Видишь, потихоньку смотри Так, я тебе скажу, нам идти еще нормально Да Нам идти очень даже нормально Это мы прошли поесть Потому что очень вкусная еда там была Не сравнится несколько Да, не сравнится Вот эти все места, практически все места Мы уже посмотрели все, что там есть Но такая вкусная, вот как у них еда Да, это реально Такая порция серьезная Да, во-первых, порция На самом деле, реально серьезная порция Да, кстати, вот один человек даже не доел свою порцию Поэтому не несет ее Поэтому Собачки Свою Ничего, я ее еще доем А по-моему, я голодный собачка Свою-то я доел Но твою собачку я не знаю, что делать Это называется догибэк Собачья коробка Серьезно? На английском, так говорят? Есть такой анекдот Ну, я могу просто сказать по-русски Я просто скажу догибэк Чтоб ты поняли Это называется собачья коробка То есть, когда нам пришли Ну, семья пришла в ресторан Сидят, кушают Там что-то заказали Ну, такой ресторан Не дешевый Ну, естественно Они что-то там не доели И хотят с собой зазрать Говорят, можно Мы возьмем догибэк Сделать нам И дети такие Ура, ура Нам купят собаку Так В чем прикол? Прикол в том, что Они хотели взять догибэк Что как бы это не им Не они будут кушать дома А собаке То есть, неудобно же сказать Что мы хотим с собой положить и съесть дома Так как ресторан дорогой Хочется понтануться немножко Грубо говоря Так я думал, наоборот Здесь это все очень просто У них все в этом плане Ну да, это просто такой анекдот Ага, понял Ну сам анекдот чей? Русский, английский? Американский Американский, не помню Ну, не русский, правильно? Ага, все, понял Понятно Скорее всего, тогда Хотя, ну да Понятно Не, не, а какой прошли Нам идти еще Пять тысяч А, ты имеешь в виду Чтобы срезать? А, да, да Лучше срежем Отрезать Да, иначе Если не срежем Придется нам очень много идти Так, значит Машины сейчас должны Слева уже ехать, правильно? Нет, сейчас Нет, этих я право вижу Этих я справа-то вижу Слева еще А, тут одностороннее движение А, все понятно Этот франк нас приглашает На свою лодку Ага, все, пойдем к франку тогда А какой день, что он сказал? Какой день там записал я Просто так много все говорили Я записал просто то, что он сказал Ну, хорошо, что там вся информация Смутка Ну, все тогда Посмотрим Что за лодка Что за франк Франк Франк, французский франк Знаете, раньше, я думаю Несмотря на то, что сейчас удобнее Но евро, когда ходят, правильно? Раньше было прикольно Раньше было прикольно Представь, что во Францию попадаешь франки В это В Италию попадаешь лиры Или какие там были деньги? Лиры же вроде были Вот, потом там другую попадаешь Другие Марки Потом Еще какие-то деньги Прикольно Вообще Мне кажется, что раньше путешествовать Вот в 80-е годы 70-е годы Было более как-то Прикольнее Потому что Ну, опять-таки Я не буду говорить Не знаю, что там тогда творилось Но дело в том, что сейчас Из-за слишком большого количества Этих передвижений людей Все смешалось Допустим, если ты попадаешь В Германию В Берлин Это не значит, что ты будешь Видеть немцев Правильно? Особенно, если там Некоторые какие-то кварталы Районы ты попадаешь Попадаешь Да-да Попадаешь, допустим В Грецию В Афины Это не значит, что ты увидишь греков То есть Пропала вот эта Самобытность, что ли Какая-то вот такая вещь пропала И Допустим, если ты сейчас приезжаешь С каким-то представлением О какой-то стране То Приехав на место Ты можешь увидеть совсем другую картину Совсем других людей Приезжих там Уезжих Не знаю, еще каких-то То есть вообще По-другому все Нету Вот и даже Вот мы испанскую деревню Сколько искали Хотели пожить в такой Настоящей испанской деревне Правильно? Где такая вот Как сказать Такое представление Как об испанской деревне Такая старая деревня Как вот русские деревни бывают Там средняя полоса России где-нибудь Вот Типа такого Но Нету Где ты найдешь Нигде нету Какую бы ты деревню Не заехал Деревню так называемую Куда бы ты не заехал Везде Есть иностранцы Везде все смешано Везде Уже Мир вообще другой стал Мир очень сильно изменился Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому